Девушки отдыхают Ром, как ты полагаешь, что общего между бизнесом и театром? Вопрос на засыпку. Ну, бизнес, как и театр, бывает малым, бывает большим. Но разве что еще средний бизнес. Академический только не бывает. Академический. Нет, есть средний бизнес. А вот если театр средненький, то этот театр не жалится, мне кажется. А я вот думаю, что в первую очередь они, конечно, ну, скажем так, похожи тем, что и про поддержку малого и среднего бизнеса говорят очень много, и про поддержку культуры вообще, и театр. В частности, говорят, 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 говорят. Говорят, говорят. Вот это ключевое слово. Говорят. Да, ключевое слово говорят, да. Но реально не ощущает это, пожалуй, на себе никто. Да. Об этом и не только мы сегодня будем говорить в программе Арслонга. Здравствуйте. У нас сегодня в гостях, даже не знаю, как правильно сказать, наверное, мама и папа Естегнеевского фестиваля театрального. Можно так? Ну, хотелось бы так думать, что это так оно и есть. Итак, Дмитрий Иванович Коновалов, директор театра комедии. И Нина Юрьевна Прибудковская, наша коллега. И драматург, конечно же. Ну вот мы, собственно, Прибудковскую маму и Коновалова папу пригласили по случаю, собственно, проходящего Евстегнеевского фестиваля. В одиннадцатый раз проходящего, да? И, собственно, начинайте свой творческий отчет. Как вы дошли до жизни такой, что вот уже одиннадцатый раз подряд, да? И, собственно, почему вы мама и папа? Вот давайте вот начнем с этого, потому что, может, многие не знают. Ну, потому что мы два ненормальных. Так, понятно. Есть еще ненормальные, это не единственные ненормальные в городе, которые откликнулись на эту идею, сплотились. Идея была чья? Нина, конечно, твоя. Моя. Ты ее вынашила? Вынашила. Нет, даже не вынашила. Дмитрий Иванович Руду принимал, я так понимаю. Нет. Миллер Иванович, вообще, у меня есть политическое заявление, что мама и папа – это Нина Юрьевна. А вот так вот. Я вообще из разряда помощников, в самом деле у нас есть еще ряд товарищей, которые были у истоков этого фестиваля. Да, ненормальных. Да, ненормальных. Да. И все-таки я настаиваю на том, чтобы каждый раз, когда вы его, я надеюсь, вы будете проводить еще этот фестиваль, я очень на это надеюсь, что это не последний раз. Все-таки, мне кажется, каждый раз нужно обязательно сказать о том, в чем же его особенность, потому что он необычный фестиваль. В чем фишка фестиваля, как сейчас говорят? Дмитрий Иванович, как вы думаете? Потому что их много, фестивалей. Разных. Да. Ну, прежде всего, это демократичность этого фестиваля и возможность себя заявить лично. Имеется в виду художнику, творцу, в частности, актеру, режиссеру. То есть не нужно согласовывать с директором театра, с главным режиссером? Два вида выдвижения. Театр выдвигает свои работы, которые посчитает нужными, и актер, любой, работающий в театре, не работающий даже и не актер. Актер, просто человек творческий, имеющий какой-то перформанс. Что предъявить, да? Да. Он может себя заявить в этот фестиваль. То есть можно тоже номинироваться? Можете. Можем. Нет, у нас условия. В фестивале принимают участие актеры профессиональных театров. И именно вот за этот пункт, что актеры сами могут заявлять, мне достаточно было много нареканий. Почему? Ну, потому что почему-то, почему-то считается, что актер не может сам себя заявлять. Художник может. Потому что скромность украшает. Рома скромность украшает. Литератор может. Да, а вот актера украшает именно скромность. А актера очень много препон к тому, чтобы выйти к зрителю. И препоны-то тоже в лице администратора. Да у всех у нас есть препоны. И еще вот мне, знаете, что нравится? Ну, это даже, скажем, такой какой-то малобюджетный вариант такой в фестивале. У вас ведь не театр приезжает к вам на какую-то определенную сцену. То есть не гора идет к Магомеду, а Магомед идет к горе, да? Малобюджетность – это просто от того, что нет денег. Ну, понятно, понятно. Вот и все. Мысль работает там, где нет денег. Об этом еще поговорим. Давайте сейчас вспомним, как это начиналось в наших архивах. В архивах нашей телекомпании есть много разных сюжетов о разных истегнеевских фестивалях, которые прошли за это десятилетие. Давайте посмотрим сюжет об одном из первых. У актеров так бывает. Череда незаметных ролей второго плана вдруг заканчивается, и начинаются главные. Потому что появляется режиссер, который в тебя верит. Так произошло и с Владимиром Береговым. Актером Тюза, который после знакомства с новым режиссером театра Виктором Шрайманом буквально расцвел в профессиональном плане. За роль пиньона в спектакле «Ужин дураков» в этом сезоне он уже получил приз в творческую удачу фестиваля премьеры сезона. А вот теперь еще и кипятильник фестиваля имени Истегнеева. Лучшая мужская роль – Владимир Берегов. Фестиваль имени Истегнеева в этом году уже в десятый раз вручает кипятильники за лучшие актерские работы. И в этом, несомненно, заслуга его автора и вдохновителя Нины Прибудковской. Фестивалей для всех недостаточно. Фестивалей должно быть много. Праздники нужно уметь выдумывать. И нужно жить праздниками, как делают в других странах. Этот фестиваль – один из самых демократичных. Хотя бы потому, что кроме экспертного жюри в определении лучших, здесь всегда принимают участие зрители. В фестивальные дни ФАЕС специально установлены урны для голосования. Это позволяет посмотреть на театральную сцену зрительскими глазами. Фестиваль имени Истегнеева действительно уникальный, потому что существует благодаря энтузиазму его создателей и поддержке единомышленников. Все эти 10 лет фестиваль поддерживает телекомпания ННТВ. На канале даже существует специальный видеожурнал. Театр-комедия традиционно предоставляет площадку для торжественных церемоний, а нижегородские предприниматели помогают материально. Фестиваль, конечно, нужен в любом случае, потому что он театральный, а город наш действительно очень театральный. Столько театров и столько актеров, и актеры заслуживают внимания. Вот вы как-то, так сказать, существуете, а, собственно, на что вы существуете и благодаря чему? И кому? Да. Благодаря, наверное, нашей идее и благодаря осознанию необходимости заниматься подобной деятельностью. Это не конкретный ответ. Это не конкретный ответ. Ну, как вам сказать, вот я в театре работаю с 18 лет. И за это время есть некоторые негласные законы, которые удалось узнать, иногда случайно, но они в самом деле действуют. Ну вот, один из них, одна из необходимостей, это театру нужны фестивали. Ну, как летчику-испытателю полеты там. Ну, в течение, конечно, всего десятилетия, конечно, помогали. В основном помогал средний бизнес, вот так вот скажем. Люди средний бизнес. Видишь, а ты спрашиваешь, чем... То есть люди средний и малый, средний и малый. Вот, кстати, люди не какие богатые, а вот именно средний и малый. Плюс, конечно, если бы не была поддержка все годы департамента культуры, где был Сергей Александрович Горин, а теперь министерство культуры, где сейчас Сергей Александрович Горин, то есть... Свезло. Свезло. То есть какую-то толику бюджетных денег получается. Ну, Сергей Александрович Горин, да, всегда нам помогал. Но, тем не менее, в этом году фестиваль так достаточно растянулся во времени. Нет, он все годы такой. Он всегда такой длинный. Это композиция фестиваля такая, это форма такая. Фестиваль-конкурс. Они же выезжают. Потому что жюри отсматривают работы постепенно, потом в ткань, кстати, в тело фестиваля еще какие-то... Как это называется? Мероприятия. Вот. Вот. Мероприятия. Вот, допустим, читки пьес. Вот. Там обсуждения. Мастер-класс. Мастер-классы были в этом году. Интересные очень мастер-классы. Вот. И... Много. Фестивальная декада сейчас начинается. А что это? Вы создаете подробнее фестивальные декады? Что это значит? Ну, это вот выстраиваются... Вот лучшие спектакли, которые принимали участие, и на которые может зритель сходить и посмотреть, какие же... Как на образец, скажем. Да, да. Ну, наиболее яркие. Со зрительским обсуждением. Вот они выстраиваются прямо в линейку. Директора театров формируют репертуар, чтобы это все выстроилось в единое. Причем тоже все-все относятся к фестивалю очень как-то положительно. И не потому, что это из-под палки. Вот у каждого директора театра по велению, союзни по велению и сердце. У меня вопрос все-таки опять по поводу денег, потому что я так полагаю, что вопрос денег – это вопрос жизни и смерти фестиваля в прямом смысле этого слова. Были ли такие в этом году моменты, которые или идеи, которые вы не смогли реализовать, а просто из-за нехватки опыта? Каждый год. Ну, вот что вы не успели конкретно в этом году? О чем сожалеете? Ну, во-первых, фестиваль должен быть всероссийским. То есть вы, жюри, должны выезжать, скажем так, на любую заявку, правильно? Ну, там можно… Дело в том, что форма, она, как насыщение формы, оно может меняться. Это уже технические рабочие моменты – выезжать в жюри или там… Но то, что фестиваль должен быть всероссийским, то, что у нас есть заявки, и театр звонят, и актеры звонят, но мы не можем, у нас нет денег. Куда вы не доехали? А никуда не доехали. Вот в Киров не доехали. В Киров? Там были оттуда заявки? Да, много очень заявок. Не доехали. И из Москвы были, может, просто не брали. Жаль. А вот, значит, насколько я понимаю, еще участие зрителей там очень активное. Там, значит, не только профессиональные жюри, которые состоят из театральных драматургов, из людей, которые, значит, скажем так, управляют искусством, или кинокритики, режиссеры. Жюри как раз, жюри актера и режиссера. Никаких там управляющих и критики. Никаких управляющих. Ну, я в данном случае так аккуратно подумала, что директор театра, он же управляет театром. Да, но он в жюри не входит. А, в жюри? Да, в данном случае. Хотя были периоды, когда входили. И я не вхожу в жюри. Вот что-то. Господи, это я ко всем говорю, чтобы на меня никто не обижался. Я не вхожу в жюри. Вы не решаете. Нет. Ну, смотрите, актерская составляющая, зрительская составляющая. Вот про зрительскую составляющую. Вот интересно, что они могут, что зрители могут сделать, скажем, в качестве активных таких участников. Определить своих номинантов. Да, там три номинации. Любимый актер, любимая актриса, комический талант. Выходят волонтеры на спектакли номинированные. В театрах делаются такие ящички. Урны для голосования. Да, собирают анкеты, посмотрел, написал. А вот скажите, волонтеров много таких культурных? Ну, в смысле, волонтеров от культуры. Много. Много, потому что, во-первых, есть такие, которые хотели бы посмотреть спектакль. Так они смотрят бесплатно, потому что они же работают на фестивале. Есть особенность числа студентов. Вот две составляющие. Третье, все-таки, мне кажется, это драматургия. Неоднократно на вашем месте сидели режиссеры и директора театров, которые говорили, что нет современной драматургии, которую по уровню можно было бы смело брать и ставить. Что не родились те гоголи, те горькие, и мы их не видим. Как вы к этому относитесь? И есть ли в вашем фестивале какие-то драматургические открытия? Ну, во-первых, мне трудно к этому относиться, потому что... Один раз. Это комедия один раз. Упущение пока. Вот. Ну и так далее. Мне трудно сказать, я есть или меня нет. И ставят в других городах. Не только в Нижнемногограде театра ставят. А потом, ну что же... Скажи, уж тогда давайте скромность в сторону. Еще театр какие ставили. Ну, Омск, ну, Вологда. Ну, что будем перечислять? Ну, ставят. Ну, какая разница? Ну, ставят. Но как сказать, что современной драматурги нет? Вот Дмитрий Иванович, он регулярно очарован новыми драматургическими именами. Кем? Расскажите, пожалуйста, Дмитрий Иванович. Он очень много пьесов. У Юрия, хорошая пьеса, последняя, про Петра Лещенко. Очень хорошая пьеса. У Ольги Мухина отличная пьеса «Олимпия». У Ксении Драгунской очень хорошая пьеса. И хотелось бы их все поставить. Но, опять же... Андрей Лагванов, кстати говоря, тоже. Он не литератор профессиональный. Наш Нижегородец, во всяком случае, он начинающий, он очень старающийся. Он много пишет всего, но пока что еще нет сценической истории. Надеюсь, это все в будущем. Тут ведь вопрос в том, что всегда, практически во все времена, современные драматурги как-то воспринимались не так, как их предшественники. То есть нужно умереть для того, чтобы тебя признали хорошим драматурным. Очень похоже. Нужно умереть, чтобы он воскресный. Да, да, да. Ну что ж, давайте мы сейчас немножко прервемся. У нас небольшой рекламный блок. После этого мы вернемся к разговору о Евстигнеевском фестивале. Реклама прошла быстро. Это программа Арс Лонга. Сегодня у нас в студии отцы-основатели Евстигнеевского фестиваля театрального. Не все, конечно, по крайней мере, двое. Это Дмитрий Коновалов, директор театра комедии. Нина Польбутковская, журналист и драматург. Нина очень хорошо себя называет, да. Автор-исполнитель. Главный дирижер. В общем, да, это так. Если говорить немножко вообще о театре, да, мы о фестивале поговорили. И сейчас, судя по той информационной повестке дня, по информационной картинке, к театру начинают предъявлять претензии, которые раньше театрам не предъявлялись. У всех на слуху истории с Новосибирским театром оперы и балеты, со спектаклем «Тангейзер», которому шьют, что называется, дело практически, да, режиссерам. До этого были еще различные... Я сегодня подписалась, кстати говоря, в петиции, что прекратить это дело. Я спектакля не видела, но баба-яга против. Как вы к этому относитесь? Эти истории, они на пользу театру или во вред? Если бы мне дали волю, я бы часть спектакля закрыл бы лично. Даже вот безапелляционно, без суда и следствия, без комиссии. А за что? За то, что, по-моему, по-моему, нет, боже упаси, по-моему, есть артисты, режиссеры, художники, которые занимаются искусством, есть, которые занимаются зарабатыванием денег в театре. Есть люди талантливые, есть не очень. Это заметно. Профессионалам это заметно. И когда видно, что у режиссера сказать нечего, и он вместо того, чтобы уйти в другую профессию, начинает заниматься эпатажем ради эпатажа, то это к искусственному отношению... Но не с помощью прокуратуры решили такие вопросы. Но не с помощью прокуратуры должен быть внутренний ценз какой-то, прежде всего в самом театре. Ваша точка зрения на это? Ну, это безобразие, я считаю, с точки зрения людей, которые призывают закрыть. Потому что вот у нас, пример приведу, у нас обвиняли в фашизме главного режиссера Тюза, нашего Шраймана, визит дама. И безобразие в чем заключается? Что как бы люди, которые имеют образование, вдруг совершенно забывают о том, чему их учили. То есть они путают. Они путают пропаганду с обличением, они путают типажи, образы с труппой театральной, с актерами. То есть вот такие вот, благодаря безграмотности, они начинают возникать. Именно благодаря безграмотности. Я считаю, что вот эта вот кампания против Новосибирского театра, против Тангейзера, во-первых, против Агнера, я извиняюсь, вот, как-нибудь, это знаете, как Раневская про Джоконду сказала. Да. Она вам может нравиться. Она уже столько лет вообще производила впечатление, что она сейчас выбирает. Производить впечатление. То есть надо немножечко, немножечко все-таки держать себя в руках в смысле образования. Если ты чего-то не понимаешь, то надо постоянно говорить через запятую. Мне кажется, запятая. На самом деле это, с одной стороны, привлекает внимание к театру, и начинается какая-то движуха вокруг этого. Ничего себе, движуха в сторону прокуратуры. От этой движухи можно оказаться на кладбище. Конечно. Просто тому, кого двигают, он может просто переместиться в иной мир. Это же ужасно. Нет, нет. Это же травля. Это называется травля. Абсолютно. Потом, что значит оскорбление чувств верующих? А что неверующих нельзя оскорбить? А потом я всегда говорю оскорблении чувств верующих? Пожалуйста, принесите мне справку оттуда, что вы признаны истинно верующим. Не дал вам справку Господь Бог? Будьте скромнее. Вот давайте об открытиях, которые вы сделали для себя, ну вот, скажем, в рамках этого фестиваля. Какие-то открытия наверняка есть? Театр, актеры, пьесы? Ну, я не знаю, что-то интересненькое. Первое открытие. Вот в этом году люди хотят быть в русле современного театра. Как говорится, рождены современные драматурги, не рождены, но зритель и актеры, все их ищут. Интересует эта тема. Да. То есть получается, что если вы ждете Шекспира, он не придет, потому что ему некуда приходить. Заждались. Заждались. Вот это первое. Второе. Вот открытие. Допустим, я открыла кукольный театр в Дзержинске. Ну, не я, я возила туда жюри. Да ты что? Да, великолепнейший театр в Дзержинске кукольный. Великолепный. Оренбургский театр к нам приезжает тоже открытие. Театры пластики у нас очень выросли, театры пластики. Из Чебоксар к нам приезжает театр пластики тоже. Просто это открытие в прямом смысле слова. Да. Театральные открытия и события. Да, это интересно. Это же вообще движение театра в какую-то другую сторону. Сейчас же, ну, мы же знаем о синтетическом движении театральном. Мы все это знаем. Ну, я думаю, что мы должны просто заканчивать по определению. Да. И хотелось бы пожелать вам, знаете, чего хотелось бы пожелать вам? Чтобы у вас появилось как можно больше поклонников и числа власть придержащих. Чтобы они при распределении бюджета свои симпатии учитывали. Понимаете, потому что что касается талантов, если говорить, как бы помнить о том, что у каждого таланта должны быть поклонники. Таланты, конечно же, есть. Я думаю, ваше пожелание сбудется при условии, что власти Российской Федерации в целом и в городах поймут или вспомнят хорошо забытую старую сентенцию. Потому что люди, соприкасающиеся с искусством, театральным, изобразительным, музыкальным, как правило, в это время не замышляют и не думают о экстремизме, о фашизме, о нацизме и прочих. И если это дело вспомнить, это тоже очень серьезная тема и сейчас очень актуальная, по-моему. Более чем. А, так вот, если это вспомнить, так надо вспомнить то, что вообще по прошествии сотен и тысяч лет остаются предметы, артефакты культуры. Значит, надо уделять первостепенное внимание культуре и искусству. Вопрос, на который ответить одним словом, да или нет. На этом мы завершаем. В следующем году будет фестиваль? Не знаю. Все понятно. Но я просто почему спросил, потому что у нас в Нижнегородской области есть опыт очень громкого тоже фестиваля, когда его организатор сказал, что в следующем году я фестиваль проводить не буду. Деньги нашлись. Чего мы вам тоже искренне, от всего сердца желаем. Спасибо. Итак, это были наши гости. Еще раз представлю, кто был у нас в гостях. Нина Прибудковская, драматург, наш коллега, журналист телекомпании НТВ и Дмитрий Коновалов, директор театра комедии. А мы двигаемся дальше. И сейчас у нас наша постоянная рубрика «Чтение вслух слова Юрия Немцова». В купе было душно, с нижней полки доносился стариковский храб. Он отчаялся уснуть и безнадежно ворочался, подолгу глядя в окно, где над уносящимися темными пространствами парила полная луна. И в памяти снова и снова возникал подстрочник стихов, которые ему предстояло перевести. Истово крича, надрываясь, сбивая ритм чугунного сердца, скрипя железными сухожилиями, поезд летит по тоннелю, прорытому в глухой ночи, к сияющей в далеком конце раскаленной луне. Олег так и этак поворачивал длинную негнущуюся фразу, пытаясь вместить ее в размер, и думал о том, что автору этих строк, кажется, тоже случалось переживать бессонную ночь в вагоне. Он, правда, путешествовал не в тесном купе, как его переводчик, один из десятков разбросанных по всему миру. Сколько их ломает этой ночью голову над его стихами. И даже не в кондиционированном СВ. У него, как и Олег Пичигин, не переносившего самолетов, был для дальних поездов собственный специально оборудованный поезд. Евгений Чужов. Перевод с подстрочника. Кто из современных поэтов мог бы похвастаться личным поездом? Как вы думаете? И как может выглядеть первая встреча переводчика с автором стихов, которые он должен переводить? Пичигин увидел возносящуюся на высоту многоэтажного дома мраморную стену, а на ней гигантский сапог. Лишь когда машина отъехала, он смог разглядеть в заднее стекло весь огромный памятник, высевшийся над площадью и всем центром города. Народный вожатый в простой военной форме поднимал над головой голубя, расправляющего крылья, очевидно, знак мира. Подавшись при этом вперед, словно подталкивая голубя к полету, развернув широкие плечи и выкатив колесом грудь, как вытягиваются после выступления гимнасты. Между прочим, на две головы выше статуи свободы, заметил Косынов. И смотровая площадка есть. Но ему самому памятник не понравился. Даже на открытие не пришел. Похоже, он человек не без вкуса. Это и по стихам видно. Да, по стихам видно, что президент Каштыр-Бастана Гулимов не просто народный вожатый, как его называет каждый Каштыр, но и народный поэт. Я разверну из твоих лопаток сложенные в них крылья, Изликую из твоих ног весенний танец жирана, И открою в тебе ястреба, ирбисы и злую гюрзу, Чей сладкий яд проник мне в самое сердце. А ты разбудишь во мне носорога, коня или вепря, Кинусь в водопад твоих волос, И вынырну вновь необъезженным ахалкетинцем, Который поскачет сжатой цепкими объятиями твоих ног. Простите, это любовная лирика президента. Впрочем, даже разговор с пустыней у него похож на объяснение в любви. Пустыня, ты зевок Аллаха. Ночью мы с тобой остаемся один на один, Ты и я под голой луной, Под которой тень человека достовернее его самого. Слухом сердца слышу оглушительный гул твоей тишины, Глазами сердца подолгу гляжу в твое ночное лицо, Лишенное черт. Ты ширишься, как раковый опухоль под сердцем моей страны, Но тебя нельзя удалить, Не вырезав вместе и душу. Между прочим, это стихотворение легло Во основу государственного плана республики Каштыр-Бастан По рашению и преобразованию пустыни. Говорят, президент Гулима в заседании Совета министров Нередко начинается стихов. И на этих заседаниях его стихи и поэмы Превращаются в указы и распоряжения, По которым живет вся страна. Власть поэзии, поэзия власти. И великие стихи великого человека Должен с подстрочника переводить на русский, Не понимающий ни слова по-каштырски, Никому неизвестный московский поэт Олег Пичигин. Даже Сталин писал стихи, Которые было поручено переводить Арсению Тарковскому. Но, к счастью, Сталин сам же зарубил этот проект. Совсем свежая история о том, Как Евгений Рейн вместе с двумя известными поэтами Собрался переводить стихи Туркменбаши. И какой скандал разразился по этому поводу. Властитель, пишущий стихи, для Востока не редкость. Но если вы сейчас подумали, Что роман Евгения Чужого, Перевоз построчника, политическая сатира, То вы ошиблись на сто процентов. Потому что эта книга Обманывает все ожидания, Кроме одного, ожидания встречи с большой литературой. Она тревожит, Эта книга заставляет думать и чувствовать, Как эти удивительные строки, Возникающие сразу на первой же странице, Про пояс, летящий к раскаленной луне, Как два эпиграфа, предваряющие книгу. Осип Мандельштам в разговоре. Поэзия – это власть. Восточное выражение. Тугульды у льды. Жил – умер. Спасибо Юрию Немцову. Его выбор всегда очень нам важен. Интересен и актуален. А теперь афиша самых ярких культурных событий Наступающей недели. Где быть и что делать в ближайшую неделю, На что обратить свой взор? Гид по главным культурным событиям недели – прямо сейчас. Проект «Театр HD», неустающий радовать нашего зрителя Великолепными европейскими постановками, Наконец транслирует и спектакль российского театра. «Царская невеста», созданная в 1898 году, В постановке Андрея Могучего «Крутой поворот творческой мысли» Пишет об этом спектакле «Критики». Оперу римского «Курсакова» в Михайловском театре Поставил реформатор драматической сцены. Именно так называют режиссера. Он нашел для персонажа естественные мизансцены. И актерам легко петь человеческие истории. Музыка здесь интерпретирована как психологическая драма, Звучащая в вокале и оркестре. В «Орленке» решили вспомнить анимацию Хаяо Миядзаки. И учитывая, что мультипликатор официально заявил, Что закончил с ней, Шанс увидеть любимых героев Упускать не стоит. Даже те люди, которые не могут запомнить Ни одной японской фамилии, При упоминании Хаяо Миядзаки Радостно улыбаются и без труда Называют два-три своих любимых мультфильма. Весь мир обожает его работы. Это можно утверждать совершенно точно. Сказочник с душой ребенка. Его мультипликация стоит и того, Чтобы вырваться из будничной суеты И сходить на утренний сеанс в «Орленок». Легендарный музыкант, А вместе с тем актер, поэт и философ, Совмещающий в своем творчестве Фантастическую театральную сценографию И смелое музыкальное решение. Конечно, речь о Петре Мамонове. 20 марта его возвращение В Нижний Новгород спустя пять лет. Новая роль, новый образ И новый спектакль. Остается только догадываться, Что мы увидим на этот раз. Но известно точно одно. Перед нами выступит великий артист, Аналогов которому просто не может быть. Арсенал кино В центре современного искусства Открывает проект Биографический фильм «Век Мирослава Зигмунта». Это своеобразная картина Бурных исторических событий 20 века, Показанная глазами человека, Повидавшего весь мир. Мирослав Зигмунд и Иржи Гонзелко Два знаменитых чешских путешественника. Они были первыми, Кому удалось совершить на автомобиле Путешествие через всю Африку. Они запечатлели на кинопленке Рождение вулкана И подняли на горе Килимаджара Чехословацкий флаг. На премьерный показ фильма в России приедет режиссер и сценарист Петр Горки 17 марта в «Арсенале». Это был лишь краткий путеводитель по культурным событиям. Вам остается не потеряться и писать наиболее яркие из них. До встречи! Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Ищите программу «Арс Лонга» на Ютубе, в эфире телекомпании ННТВ и на сайте ННТВ.ТВ. Ну и включайте телевизор. До встречи, увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова